Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Это мой шестой фильм о Норвегии. Сегодня я повезу вас в Эйтфёрд и расскажу несколько интересных фактов о Норвегии. Население Норвегии составляет всего около 5,4 миллиона человек, что означает, что это одна из наименее густонаселенных стран Европы. Чем уникальна Норвегия? Фьорды, горы и северное сияние Норвегии известны во всем мире, как и философия капитализма с совестью. Она известна своими викингами и фольклором, экологичностью и добычей нефти. Кроме того, многие жители Норвегии – фанатики лыжного спорта и водители Тесла. Но кроме очевидного, что вы на самом деле знаете об этой скандинавской стране? Устраивайтесь поудобнее, возьмите свой любимый напиток и смотрите мой фильм с интересными фактами о Норвегии. Мы едем из Сандофёрд в Эйтфёрд и как раз сейчас въезжаем в Эйтфёрд. Эйтфёрд – один из ответвлений Харденгенфёрда. Расположен недалеко от горного плато Харденгервитта. Пейзаж вокруг Эйтфёрда великолепен. Лидники и реки почти вертикально вырезали в скалах чудесной долины. Главная магистраль, поднимающаяся от плато Харденгервитта к Эйтфёрду, проходит через ряд спиральных туннелей, и пешеходы могут отправиться по старой живописной дороге в прорезающем щелье. Эйтфёрд – крошечная, очаровательная деревня с ленивой атмосферой, очень живописно расположенная в рукаве фьорда. Здесь можно найти отличные варианты размещения, от стильных отелей с панорамными окнами на фьорд до кемпингов, расположенных у самой кромки воды. Причем поселиться можно как на берегу фьорда, так и на берегу озера, расположенного чуть дальше, вглубь от самого фьорда. Эйтфёрд является начальной или конечной точкой национальной дороги Харденгервита. В Эйтфёрде вы также можете арендовать лодку или каяк для прогулок по фьорду и для рыбалки. Я иду посмотреть на овец, который только что выпустили на пастбище. В Норвегии овцы свободно пасутся в горах. Они едят и двигаются так, как им нравится. И это проявляется в их крепкой шерсти и ароматном мясе. А самое главное – это счастливая жизнь. Мы становились в прекрасном месте. Эйтфёрд называется место, которое здесь. Вот если есть райский уголок в мире, то тут один из них. Посмотрите, как прекрасно. А там очень интересная структура горы. Так кажется, что мы в совершенно дикой природе. Тем не менее, мы встали вот тут, смотрите, частные домики. И овцы только что вышли на прогулку. Их шерсть у них сняли. Они очень голодные. Я пыталась обратить внимание на себя. Нет, они только едят травку. Они голодные. И у меня была проблема на гору залезть, а у этих овечек никакой. Поехали, Миха. Поехали. I'm really enjoying this drive. This car is excellent. The views are... Sights are amazing. Субтитры подогнал «Симон» Интересный факт, что Норвегия имеет сухопутную границу с Россией. Это около 2000 километров от Эйтфюрда на север Норвегии. Сухопутную границу между Норвегией и Россией пересекает только одна дорога. Современные и древние лыжи были изобретены в Норвегии. Древний наскальный рисунок в Реде на севере Норвегии показывает, что люди использовали лыжи, чтобы передвигаться по норвежским горам еще 4000 лет назад. Это не должно вызывать удивление, учитывая одержимость норвежцев лыжным спортом и их успех на международном уровне. Суши. Норвегия предложила делать суши с лососем в Японии. Хотя суши – абсолютно японское изобретение, они не использовали лосося в блюде, пока это не было предложено норвежской делегацией в 1980-х годах. Сырореска и аэрозольный баллончик тоже были изобретены в Норвегии. Сырореска была изобретена в 1925 году Тором Бьоркландом и стала одним из основных инструментов на всех скандинавских кухнях и во многих других странах мира. Аэрозольный баллончик был изобретен инженерам-химикам по имени Эрик Ротхейм, получившим патент на него в Осло в 1927 году. Мы остановились в очень живописном месте у Эйтферда и решили позавтракать и пообедать заодно на природе. Самый длинный в мире автодорожный тоннель находится в Норвегии, в 130 километрах от Эйтферда. Тоннель Лердаль длиной в 24,5 километра является самым длинным в мире. Из национальных живописных маршрутов Норвегии, известные как Снежная дорога. Никто не знает, какова длина береговой линии Норвегии. Она известна во всем мире своими зубчатыми горами и потрясающими фердами. Но хотите верьте, хотите нет, никто точно не знает, какова длина легендарного побережья Норвегии. Однако, можно сказать наверняка, она очень длинная. Эйтфорд – очень красивая деревня, но тем не менее на улицах в сентябре совсем не многолюдно. Люди предпочитают ездить в машинах. Полярная ночь Это правда, что в Норвегии 6 месяцев темноты. Полярная ночь может длиться от нескольких дней до месяцев, в зависимости от вашего местоположения. На мысе Нордкап солнце остается за горизонтом более 2 месяцев. И еще один факт о Норвегии. Доходы и состояние всех жителей Норвегии общеизвестно. Каждый житель Норвегии имеет три цифры, взятые из опубликованной годовой налоговой декларации. Годовой доход, уплаченный подоходный налог и общее состояние. Да, действительно, идея, стоящая за этой концепцией, заключается в том, что уклонение от уплаты налогов становится намного более трудным. Если вы регистрируете низкий доход или состояние, но разъезжаете на новенькой Тесле, у властей возникнут подозрения. Разнообразие национальностей Осло – самый разнообразный город Норвегии. Из 648 тысяч жителей Осло, 190 тысяч родились от иммигрантов или сами являются иммигрантами. Это почти 30% населения города, по сравнению с примерно 15% по стране в целом. Крупнейшим этническим меньшинством Осло являются пакистанцы. За ним следуют иммигранты из Швеции, Сомали и Польши. Как выглядит норвежец? Вы можете увидеть в своей жизни черты норвежских предков. Например, сильное чувство семьи, национальной идентичности, любовь к природе, желание помочь нуждающимся и готовность работать с другими для достижения стоящей цели. Эти черты являются неотъемлемой частью норвежской культуры. В моем следующем фильме я вам расскажу о камне, который мы нашли в Харденгервида и привезли в Латвию. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Следите за людьми, живущими в этом мире без границ. Ваша зажигалочка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok